Всем привет! То, что сегодня происходит в Беларуси, уже начинают называть революцией. Чего, честно говоря, от Беларуси никто не ожидал. Но так часто бывает. Что мы знаем об этой стране? Население. 9,5 миллионов человек это меньше, чем в Москве. Удобное расположение в центре Восточной Европы. Главное, последние 25 лет она считалась последним заповедником советской эпохи. Большая часть предприятий национализирована, то есть принадлежит государству. Причем заводы в Беларуси в большинстве своем дотационные. Как и всякие госпредприятия, они работают плохо и неэффективно, поэтому нуждаются в постоянных субсидиях. В свое время, в 8-10 году я оказывал им помощь. Они купили вот эти новые единицы производственного оборудования, их установили, на них и держатся. Но эту конфетку положили в дерьмо. По этой же причине большая часть трудоспособного населения – бюджетники. Правда, в противовес тяжелому наследию советского режима в стране вполне успешно развивается IT. Например, именно здесь была основана знаменитая студия Wargaming, подарившая миру игру «Мир танков». В Минске до сих пор находится основной центр разработки Wargaming. Что же касается политики, то она представляет собой типичный авторитарный режим 21 века. Начиная с середины 90-х вся политика Беларуси описывается одним словом «батька». Еще раз повторяю, не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные от премьер-министра уйдете на покой. Александру Григорьевичу Лукашенко сейчас 65 лет и его любят называть последним диктатором Европы. Что, конечно, немножко спорно, он точно диктатор, но далеко не последний. В советское время он был типичным красным директором, возглавлял совхоз. В 1990-м он был избран депутатом Верховного Совета Белоруссии. Первые свои президентские выборы он выиграл в 1994 году, когда был молодым и прогрессивным 40-летним политиком. Выиграл, кстати, не без труда во втором туре, обещая вновь запустить заводы. Но практически сразу после прихода к власти он начал сворачивать демократию и довольно успешно. В первую очередь в 1995 году, как водится, сократил права средств массовой информации. В 1997-м любые публичные акции стали носить разрешительный характер, после чего практически прекратились. Оппозиционные Лукашенко-политики постепенно эмигрировали. Кто-то попал в тюрьму, а некоторые бесследно исчезли. В частности, Виктор Гончар и Юрий Захаренко. В 1996 году Лукашенко организовал референдум, чтобы расширить свои президентские полномочия и продлить их срок. В 2004 году еще один, который отменил ограничения на число президентских сроков, на которые может избираться один человек. В 2001 году он победил на президентских выборах в первом туре, набрав 75%. В 2006 году он набирает уже 83%. В 2011-м 79%. Ни у кого ни снаружи, ни внутри Беларуси нет сомнений, что эти цифры нарисованы. Более того, Лукашенко особо этого не стесняется. Он сам признался в интервью Ксении Собчак, что сфальсифицировал выборы 2011 года и даже рассказал как. Вы и не пытаетесь прикрываться какими-то такими общими словами. Это была правда, это была правда, закончились выборы. До выбора, я почему об этом говорю, мы знали в принципе результат, ну плюс 2-3%, плюс-минус. Правда, по его словам, он дал указание избиркому снизить число голосов, поданных за него, и выкинуть часть бюллетеней. Это под Европу было сделано, заявил Батько, якобы чтобы не выглядеть слишком неприлично перед Западом. Ну, просто иногда поражаешься скромности этого человека. Не захотел, чтобы у него был уж неприлично высокий процент на выборах. Собрались, говорю, ну нельзя допустить 90. Ну, вы видите, как Европа... Если народ хочет проголосовать, как же не допустить? Нет, послушайте, хватит и меньше 90, если народ хочет. Я говорю, ну вы видите, это под Европу было сделано. Я говорю, вы видите, как они на это реагируют. Кстати, фальсифицировать выборы ему помогает Лидия Ермошина. Она с 1996 года является просто бессменным председателем Центральной избирательной комиссии по выборам Республики Беларусь. Как вы понимаете, с Лукашенко Ермошина работает прекрасно. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. Показала себя за 24 года не худшим волшебником, чем знаменитый российский Чуров. За свои политические художества Александр Григорьевич в 2006 году попал под санкции. Сегодня ему запрещено въезжать в Европу и США. До нынешней весны было принято считать, что оппозиции в Беларуси нет. И власть Лукашенко абсолютно. Власть должна быть и в сильных руках для того, чтобы быть сильной. Следующие президентские выборы в Беларуси 9 августа 2020 года. Батька явно готовится к очередному скучному победному спектаклю. Но неожиданно оказалось, что он безнадежно устарел. Причем осознание этого пришло практически мгновенно. Катализатором послужил, конечно же, коронавирус. Беларусь одна из немногих стран, которые официально в пандемию не верят. Хайпануть модно сейчас на этой теме в интернете. Понимаете, вот психоз и так, его хватает, а надо подогреть где-то. Последние несколько месяцев мы с удивлением и некой тревогой следим за вот этими народными рецептами, которые дает батька с экранов телевизора. Надо у костра посидеть, погреться, подышать этим дымом, гарью и прочее. Сливочное масло надо сейчас есть. Кажется, жиры помогают легким бороться с вирусами. Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник, это антивирусное лекарство. Лукашенко просто забил на коронавирус, никакого режима изоляции не ввел, отрицал и отрицает угрозу до последнего. И вдруг оказалось, что люди умирают, а батька проводит футбольные матчи. Люди болеют, а батька проводит парад. Батька не верит в маски и перчатки, поэтому проводит совещание кабинета министров без средств защиты. А раз сам Лукашенко без средств защиты, то и все министры, и все их помощники должны соответствовать. Беларусь вырвалась на первые места в мире по числу заболевших из расчета на 1 миллион населения. Самые преданные сторонники, админресурс, учителя, врачи увидели, что Александр Григорьевич попросту неадекватен. Наплевательство на здоровье, на угрозу для жизни людей, это была последняя капля. Власть Лукашенко долгое время держалась на неком навязанном белорусскому народу консенсусе. Диктатура в обмен на стабильность. Если помните, то похожий консенсус продавал России Путин в нулевые годы. В Беларуси стабильность, как ни странно, действительно была, хотя и очень-очень унылая. Беларусь еще называли машиной времени из-за того, что она якобы живет за консервированное в 80-х годах 20-го века. Страна жила бедно, но жила, в основном за счет ренты, которую обеспечивала Россия. Батька покупал в России газ и нефть по сниженным ценам, потом перерабатывал и продавал их дальше. Но эти хорошие отношения теперь далеко в прошлом. Что ни зима, очередные экономико-политические войны. Свой ресурс доверия Лукашенко в этом направлении, мне кажется, уже исчерпал. Беларусский народ больше не считает, что Батька способен обеспечить стабильные, хорошие отношения с Россией, которые гарантировали беларускую стабильность. Вторая составляющая стабильности, это тихая мирная жизнь. В Беларуси действительно не было никаких конфликтов. Ну вот посмотрите, в России Кавказ, теперь еще и Сирия, в Украине Донбасс. Ну, а беларусы сидят рядом, у них там все тихо, спокойно. И тут бац, коронавирус расставил все по своим местам. Вот эта вот беззаботная, безопасная жизнь, она в мгновение закончилась. И люди поняли, что они остались один на один со своей бедой. Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Государство никак не помогает тем же врачам и учителям. Напротив, это гражданское общество сегодня пытается обеспечить их средствами защиты и другой необходимой помощью. Активисты сейчас собирают деньги, волонтеры раздают маски, перчатки, горячие обеды и все прочее тем, кому они нужны. От медиков до одиноких бабушек и дедушек. И где в этой формуле власть, которая обещала защиту, а ее попросту нет. Так зачем же такая власть нужна, задумались самые преданные сторонники Александра Лукашенко. Стало понятно, что относительная стабильность последних десятилетий это не заслуга батьки, это просто до сих пор Беларуси везло. Итак, президентские выборы. Неожиданно на них зарегистрировалось целых 15 кандидатов. Большинство из них это такие шуты, спойлеры, непонятные вообще люди, ничего из себя не представляющие. Они нам мало интересны, но среди них есть трое очень интересных, о них я хочу вам сегодня рассказать. Итак, первый это Виктор Бабарико. Это такой пророссийский кандидат, он был директором Белгазпромбанка. Сейчас он ушел с должности, чтобы зарегистрироваться на выборах. Это как раз тот человек, который лучше всех разбирается в нефти и газе. Ну такой белорусский Миллер. Кстати, он хорошо знаком с настоящим Миллером, а заодно и с Патрушевым, со Степашиным и с многими другими представителями российской политической элиты. Он сговорчивый, он очень понятный для России и он явно не будет брыкаться. Это в принципе именно тот человек, который может обеспечить Беларуси хорошие связи с Россией и ту самую стабильность, которую до этого обеспечивал Лукашенко. Что интересно, кстати, он молниеносно буквально за пару дней собрал инициативную группу для своего выдвижения. Аж 10 тысяч человек, хотя по белорусским законам требовалось всего 100. Конечно, Бабарико это для Беларуси путь назад, в прошлое. Но этот путь отнюдь не закрыт. И его готовы выбирать те же самые бюджетники и люди старшего поколения. То есть как раз традиционно этот лукашенковский электорат. Поэтому Виктор Бабарико составляет очень серьезную конкуренцию Александру Григорьевичу. Второй кандидат это гордость Беларуси. Он инициировал и создал этот вот Белорусский парк высоких технологий. Русское Сколково, только в отличие от русского оно оказалось, что работает. Здесь развивается отрасль IT. Я уже вам рассказал про те же самые танчики, которых мы все знаем. Конечно, это наиболее прогрессивный кандидат, на которого должны максимально положительно смотреть на том же самом западе. Тем более он был послом Беларуси в США, был замминистра иностранных дел. У него есть хорошие международные контакты. Ну, если прошлый кандидат был путь в прошлое, то этого можно назвать путь в будущее. Третий кандидат, на мой взгляд, самый интересный и его уже прозвали белорусским Навальным, ну или украинским Шарием. Сергей Тихановский. Я не знаю, слышали вы про него или не слышали, если вы сидите на ютубе, я думаю, вы хоть мельком где-то про него могли слышать. Потому что, действительно, этот человек сделал себя на нашем с вами ютубе. Он наиболее яркий, а поэтому наиболее сильный оппонент Лукашенко на нынешних выборах. И он выбор настоящего. За Тихановского сегодня стоят националисты, радикалы из молодежи и, как ни странно, огромное число простых белорусов. Потому что главный месседж Тихановского, он протестный. Скинуть, наконец, надоевшего батьку. Я недавно смотрел его стрим на ютубе, там, в принципе, весь стрим, он как раз и был посвящен, да. Стоп таракан, тараканом Тихановский называет Лукашенко, стоп таракан, тапка, мы придем, мы задаем таракана. Дальше будем смотреть, то есть, по мнению Тихановского, цель может быть только одна, скинуть бачку, а там разберемся. За Беларусь без Лукашенко. Чем же он так интересен? Он предприниматель, в отличие от Цыплака и Бабарика, он не элита, он не истеблишмент, он явно такой человек, такой простой мужик, простой белорусский мужик. И это очень хорошо чувствуется, он искренний, он искренний, он не вот этой элиты, он не номенклатура. В стране установлена диктатура, 26 лет диктатор управляет государством и управляет безхозяйственно и с преступной халатностью. В какой-то момент он себе просто купил фургончик, назвал его страна для жизни и начал кататься по белорусским просторам, введя свой видеоблог. Начал общаться с людьми, просто давать им слово, давать им микрофон. Первоначально страна для жизни, это была такая рекламная кампания от власти несколько лет назад. Ее запустили как раз для того, чтобы продвинуть месседж о стабильности. Так вот, Сергей Тихановский в своем блоге начал показывать реальность, обратную сторону этой стабильности от Лукашенко. Заброшенные заводы, разрушенную инфраструктуру, тяжелую жизнь людей. И он делал то, чего давно не может позволить себе делать власть, подчиненные ей СМИ. Он давал микрофон простым людям, он просто стримил на YouTube. Он просто стримил, и это смотрели тысячи и десятки тысяч людей. Он сделал то, просто чтобы люди могли говорить то, что на самом деле думают. И благодаря этому он приобрел реальную популярность. Сейчас во время избирательной кампании он все так же курсирует по городам, общается с людьми. Тихановского очень не хотели регистрировать, поэтому на одной из его встреч его даже арестовали и вменили ему административку 15 суток. Я не сопротивляюсь, дайте я одену, ребята, я поеду сам. Да дайте куртку одену, до зимы я голый стою, что вы делаете? Находясь под арестом, Тихановский физически не мог подать документы на регистрацию в качестве кандидата, чтобы начать сбор от этих положенных подписей за выдвижение. У них там примерно как в России система, что нужно собрать 100 тысяч подписей. И документы тогда, когда он сидел в спецприемнике, документы за него подала его супруга Светлана Тихановская. И сейчас именно она официально собирает подписи, хотя компанию по-прежнему ведет муж. 24 мая Тихановский совершил переворот в сознании белорусов. Он проводил сбор подписей за свое выдвижение в центре Минска. Так вот, к нему выставилась очередь в полтора километра. Каждый хотел отдать за него свой голос. Проезжающие машины непрерывно сигналили. Такого в Беларуси еще не видели. Ни один оппозиционный кандидат не удостаивался такой народной поддержки. Позже очереди в его поддержку начали выстраиваться в других городах. И белорусские социальные сети заполнили эти вот картинки с огромными, иногда больше километра, очередями, чтобы подать за него подпись. Конечно, Лукашенко сделает все от него зависящее, чтобы Тихановского не зарегистрировали в качестве кандидата. И события сейчас разворачиваются стремительно. 29 мая в городе Гродно напротив Тихановского была организована провокация. Во время одного из массовых выступлений на него набросилась какая-то полоумная женщина. Она делала вид, что хочет задать вопрос кандидату. Хотя она просто ввешалась на него, явно раздувая скандал, то есть совершенно явный был провокатор. Вы за Лукашенко или против, скажите? Мы вообще пока не за кого. Я уже поговорил. Подождите, подождите. Подождите на вопрос. Я считаю, что вы провокация. Кстати, сторонники Тихановской очень быстро установили уже ее личность. Тихановский попробовал уйти, громко заявляя, что против него осуществляется провокация. То есть он все понял, что это провокация. Попытался уйти. Женщина, она пожаловалась двум ментам, которые там стояли. Пожаловалась, знаете, на что? Что кандидат не хочет отвечать на ее вопрос. Я задала вопрос человеку. Он от меня убивает. Я хочу получить ответ. Понимаете? Хочу получить просто ответ. Вот и все. И эти два мента неожиданно ее послушались. И решили осуществить задержание Сергея. То есть это провокаторша. Она сначала начала кидаться на Тихановского. Потом пожаловалась ментам, что на нее не обращают внимания. Менты решили за это Сергея задержать. Люди вокруг начали возмущаться. Началась такая небольшая толкучка. В результате один из полицейских оказался на асфальте. К этому тоже есть вопросы, потому что он как-то очень аккуратненько лег на асфальт. Там даже видно, что возможно ему даже кто-то его там поддерживает. Чтобы он прям аккуратненько упал. Ну как, знаешь, в футболе иногда. И он так очень по-футбольному себя повел. Потому что в следующую минуту налетел ОМОН, который Тихановского задержал. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений различной степени тяжести сотрудникам органов внутренних дел. Ситуация очень необычная. То есть, с одной стороны, уголовное дело явно не даст Тихановскому участвовать в компании. Он сейчас задержан. Он сейчас находится в изоляции. Но с другой стороны, официально-то он в ней не участвует. Я напоминаю, что официальный кандидат это его жена Светлана. Пытаемся действовать профессионально и точечно. Так что борьба продолжается. Сейчас кандидатам нужно собрать каждому по 100 тысяч подписей за свое выдвижение. Кстати, чтобы вы понимали, ровно столько же для выдвижения нужно собрать кандидатам в президента России. Но в России, я напоминаю, население 146 миллионов. А в Беларуси 9 миллионов. Задача очень непростая. Тем более, что время на сбор подписей ограничено всего месяц. Во-первых, собрать в данном случае нужно 110 тысяч подписей. Потому что 10% это запас на брак. На официальную проверку и сшивание юристами потребуется 5 дней. Значит, получается, что нужно собрать 110 тысяч подписей за 25 дней. Или собирать 4400 подписей в день. Для этого, чтобы вы просто поняли, нужно порядка 1100 работающих человек в день при весьма оптимистичном КПД. Да, ну и все это накладывается на эпидемию коронавируса. И люди просто сейчас напуганы и избегают лишних контактов. При постоянном оттоке кадров в 10-15% нужно, чтобы минимум 1200 полевиков приходило в штаб утром каждый день в течение всего месяца без исключения. И это уже не говоря о деньгах, потому что каждая подпись в среднем обойдется примерно в 1 доллар. Это не то, что подпись хоть о плате, просто организация всей этой работы штаба, чтобы собрать одну подпись. Получается где-то доллар на подпись. Плюс зарплаты сотрудников получается 130-150 тысяч долларов, которые должны быть собраны еще до начала самой компании. Правила игры такие, что выиграть в ней почти невозможно никому, кроме самого главного игрока. Сейчас больше всего волнует вопрос, что же будет дальше. Ну и для начала зарегистрируют ли оппозиционных кандидатов. Зависят, во-первых, от того, сумеют ли они собрать подписи. Во-вторых, захочет ли Лукашенко допустить их до выборов, потому что избирком полностью под контролем Лукашенко. Любого кандидата могут завернуть, признать его подписи сфальсифицированы, найти еще 1000 предлогов. Ситуация, в принципе, вам хорошо знакома, друзья, потому что происходит в России. Ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет, надо скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом. Как считает политтехнолог и по совместительству мой хороший товарищ Виталий Шкляров, а он гражданин Беларуси и внимательно следит за политикой, за тем, что там происходит, он считает, что скорее всего не зарегистрирует. Возможно, Цепкало или Бабарико все же допустят, если с ними будет заключена какая-то предварительная негласная договоренность, что они будут вести себя тихо или изображать какую-то борьбу, чтобы Лукашенко не было совсем скучно на этих выборах. Но на самом деле они просто будут спарринг-партнерами на договорном матче. Расскажи мне, пожалуйста, кого сегодня поддерживает Россия, то есть кто пророссийский кандидат? Это очень хороший вопрос. Мне кажется, любой кандидат, который против той Беларуси, которая 26 лет живет таким образом и всегда в конце года пытается с Россией ссориться из-за цен на газ или на нефть, или пытается назвать плохим старшим братом, мне кажется, любой в этом смысле кандидат будет выгоден России. Конечно же, Бабарико – это бизнесмен, это банкир, это директор, бывший директор Белл Газпромбанка. Наверное, по идее более близкий кандидат для Российской Федерации, потому что, понятно, очень тесные связи с «Газпромом», понятно, что это пророссийская линия, но и мы понимаем, что для России Беларусь очень важна как транзит газа и нефти, и самое главное, как западная граница, ну скажем, Российской Федерации либо СНГ с точки зрения безопасности. Поэтому пророссийское направление для Беларуси или для России, безусловно, очень важно. Есть ли вообще у кого-то шансы выиграть выборы у Лукашенко или это даже не имеет смысла обсуждать? Думаю, не имеет смысла обсуждать. Но еще раз, когда-то мы тоже самое говорили про Пашиняна, когда-то мы говорили, и таких примеров можно сразу сказать много, никто никогда не думал, что вот эта «белорусская весна», ее можно назвать, да, или «американская весна», мы видим, что сейчас творится с протестами в Америке, что она будет возможна. Мне кажется, как раз сейчас, когда нервы настолько оголены, когда люди после трех месяцев карантина, ну такого своеобразного картера, можно сказать, тюремного, они очень озлоблены на государство, особенно на государство белорусское, которое отрицает и COVID, отрицает и болезни, говорит, что это истерия Лукашенко. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь. В то время, когда люди боятся ходить на совещания к нему, в то время, когда люди боятся отпускать детей в школу, на работу, потому что есть реальные смерти. И здесь, конечно же, режим Лукашенко в этом смысле пошатнулся очень сильно. Если мы говорим про возможность каких-то протестов в Беларуси, если сравнивать с тем, что было раньше, были массовые протесты после выборов. В 2010 году там очень была большая акция. Мы помним и эту акцию, которая была не агрессивная, не сильно протестная, мирная, когда люди стояли вдоль проспекта и хлопали в ладоши. И этого было достаточно, чтобы расшатать нервы у власти тогда. Вот это, наверное, самое ближайшее, что вспоминается. Но, мне кажется, по тому размаху, как это началось сейчас, буквально на этой неделе, буквально ровно неделя этому, начиная с воскресенья прошлого, когда начался сбор подписей в поддержку Тихановского, это вот такой оппозиционный кандидат, такого Беларусь еще не видела, чтобы в полтора-два километра выстраивалась очередь, чтобы просто подписать за кого угодно, не только за Тихановского, за кого угодно, но только не за одного, не за Лукашенко. То есть таких протестных настроений, как сегодня, в Беларуси не было? Я никогда не видел, нет. Это совсем другой размах, это совсем самое главное другое качество. Это люди впервые, многие перестали бояться. И самое главное, ядерный электорат, можно было бы сказать, самая главная целевая аудитория поддержки Лукашенко от него отвернулась, потому что это бюджетники, и они прежде всего из-за экономической ситуации, из-за COVID, и из-за того, что сам президент очень равнодушно отнесся к этой проблеме, к проблеме смерти, конечно, от него отвернулись. Я правильно понимаю, что Тихановский, он тоже играет на электорате Лукашенко? То есть вот этот простой народ, простой белорусский народ. Только если Лукашенко, он как в образе директора колхоза, такой, как отец нации, то это простой белорусский мужик. И электорат у них примерно одинаковый. Абсолютно верно, Илья. Это абсолютно одинаковый электорат. Люди, которые не политизированы, это не интеллигенции, не те, которые занимаются политикой. Это люди, которые простые, ходят на работу, ходят в учреждения, госучреждения, и устали от того, что 26 лет ничего не меняется. Позиции Тихановского по отношению к России, он как-то ее высказывал, я просто не очень за ним слежу. Нет, он ее не высказывал, он, естественно, не политизирует себя, он говорит, что он просто за то, чтобы были честные выборы. То есть он просто стоп таракан вот этого, да, вот у него? Да, стоп таракан, это вот его такой мирный протест, повторюсь, мирный. И за свободное, за честные выборы в этом смысле ничего нового нет, ну просто размах совсем другой, совсем нового. Я могу только сослаться на Алексея Венедиктова, который недавно сказал, что Путин с его слов и Россия будет только рада, если не будет Лукашенко. Поэтому могу себе представить, что это плюс-минус срез настроений там в какой-то из башен Кремля. Что касается Запада, да, Европа или Америка, им сейчас есть какое-то дело до Беларуси или они решают свои проблемы, и пока она вообще никак у них на радарах не стоит. Когда начнутся печеньки на печеньке на улицах? Когда на этом шлёпанце, с которым стоит Сергей Тихановский, найдут там Made by Госдеп? Слушай, я думаю, что, наверное, никогда, во-первых, Госдеп, наверное, все-таки вынес хороший урок с Украиной, и эти печеньки уже не раз аукнулись 2014 годом. Во-вторых, само посольство, консульство, напомню, только недавно вернуло Дженнифер Фишер посла Америки в Беларуси после 10 лет высланных послов или американских дипломатов из республики. И сам дипкорпус там очень маленький, 5-6 человек, поэтому о какой-то системной работе в этом смысле нет и речи. Ну и более того, я думаю, что Америка всё-таки понимает, что Беларусь это даже более близкий союзник, чем Украина, и вряд ли будет вмешиваться, потому что понимает, что получит по рукам. Светлану Тихановскую не зарегистрируют в любом случае. И дело даже не в том, что кто-то из оппозиционных кандидатов может выиграть выборы, это невозможно в принципе, потому что все счетные комиссии полностью подконтрольны избиркомом, а избиркомы полностью подконтрольны Лукашенко. Кстати, интересно, что в этом году запретили даже наблюдение на выборах, которое так-то было почти невозможно, потому что независимому человеку в наблюдатели было просто не попасть. Нет никаких веб-камер на участках, как у нас. То есть контролировать выборы вообще в Беларуси сейчас практически невозможно. Слушайте, да не будьте вы наивными людьми. Веб-камеры эти, ну поставите в угол веб-камеру. Человек встал и считает эти голоса как надо, посчитай, даже не как надо. Бюллетени напишут. И при подсчете любое число бюллетеней можно безнаказанно уничтожить или подменить. Любые цифры можно нарисовать. Сейчас полностью вся эта избирательная система полностью контролируется Лукашенко. И допуск независимого кандидата до голосования может сильно поднять его очки. Расшатать протестные настроения, что в итоге не исключено вылиться в аналог Майдана, в революцию. И конечно Лукашенко вряд ли станет так рисковать. Тем более, что терять ему совершенно нечего. Никто во всем мире не верит в прозрачность и честность выборов в Беларуси. Так зачем делать вид, что выборы честные, допускать на них оппозицию? В этом нет никакого смысла. Ему нет никакого смысла сейчас рисковать. Сейчас Тихановский говорит, что нельзя идти голосовать в день выборов, потому что нет смысла участвовать, если на них будет Лукашенко. А считать голоса будет Ермошина. Потому что победить так невозможно. Ну он в принципе совершенно прав. Так зачем же он собирает подписи? А подписи он собирает, чтобы официально, легально проводить митинги и общаться с людьми по всей стране. Так он показывает людям пример, что протестовать можно и этого не надо бояться. Если выиграет Лукашенко, Тихановский рассчитывает на протест. Потому что выборы нечестные, надо протестовать. Определять будут по явке. Тихановский будет призывать народ к бойкоту выборов. Около участков будут его наблюдатели, которые будут по головам считать явку. Так что если реальная явка будет низкой, а ЦИК доложит о 80%, как он делает обычно, значит явно ложь. И надо выходить на протесты. Протесты планируются мирными. Тихановский рассчитывает, что если выйдет много народу, то и ОМОН присоединится к протестующим. Тихановский настаивает, что он просто рупор народа. Даже название лозунги, все благодаря зрителям, народу Беларуси. Даже его фирменный лозунг, но пасаран, стоп таракан из интервью с простой белорусской женщиной. Она сравнила Лукашенко с тараканом из сказки Чуйковского. Это как в сказке какой-то, когда был таракан. Таракан всесильный, его боялись в честь веры. А на самом деле, когда показали, что он таракан, его можно раздавить. Вот так же и у нас получается. Потом в комментариях стали писать, что таракан надо тапком прихлопнуть. Вот оттуда все это пошло. То есть Тихановский это человек из народа. Также он говорит, что деньги сейчас не нужны. поэтому финансирования быть не может, ему надо только записывать видео и ездить по городам. Сейчас ездить сложнее, потому что задерживают не только его, но и его сторонников. Кстати, что интересно, Лукашенко на его первых президентских выборах в 1994 году тоже не давали зарегистрироваться, его даже не пускали в дом правительства, он потом все-таки пробрался в здание, его избили менты, потом сказали, что форму им испортил, поэтому и вступили в драку. Ну и еще такая отсылка к раннему Лукашенко, Лукашенко начала 90-х. Лукашенко, он же тогда тоже начинал с критики власти и диктатуры. Была публикация в Народной газете о диктатуре в Белоруссии. У Тихановского цель, как и у Лукашенко в 1994, показать несостоятельность власти, чтобы добиться ее сменяемости. Что интересно, Лукашенко критикует Тихановского за вот эти вот разъезды по стране. Типа приезжает хер откуда-то на своих джипах и ничего не знает об этих людях, поэтому чего он вообще лезет? И что якобы вот он от народу далек и вообще спонсируется с Запада и с Россией и отовсюду. Ну, я думаю, вы эту риторику хорошо знаете, потому как власть действует с нашими оппозиционерами. Это так называемая оппозиция, это не оппозиция, она очень далека от народа и проблем народных. И ей еще сложно появиться, еще и потому, что действующая власть как проводила, так и будет проводить линию народную. Сейчас Тихановского задержали и задержали минимум 13 человек из его окружения. Администратора телеграмма, участников инициативной группы, активистов, водителей, операторов и всех отправили в Минск. Неизвестно, что будет дальше, но ясно одно, Эра Лукашенко катится к закату. Еще вчера безальтернативный лидер, ныне он должен чувствовать себя очень неуверенно на своем троне из бульбы. Народное настроение однозначно уже не в его пользу и отыграть это назад никак не получится. Обратный отчет начался. Друзья, я слышал, что в Беларуси блокируют независимые СМИ, если вам интересно, мы и дальше будем обсуждать белорусские выборы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам интересен такой контент, ну и конечно не забывайте ставить лайк и распространять этот ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok